Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня я поставила странную камеру, потому что у меня руль на весь экран. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами на тему того, почему не работают никакие позитивные техники, о которых я вам говорю. Почему сила притяжения не работает? Все говорят, что нужно мыслить позитивно, визуализировать, делать какие-то практики. И многие говорят, что я визуализировал, я даже долго делал практики, я каждый день себе представлял, ничего не получилось. Вы знаете, конечно, я могу вам сразу же сказать, что, возможно, вы делали не те практики, не то количество раз, вы были слишком негативно настроены. Но, и это будет правда, скорее всего, но есть такая штука, что вне зависимости от того, насколько правильно вы их делали, и вне зависимости от того, то есть если вы их, в принципе, делали хотя бы месяцок, то, скорее всего, в вашей жизни должны были быть результаты. И должны были быть результаты хотя бы по той причине, что, когда мы с вами начинаем делать нечто новое, то наша жизнь в любом случае начинает меняться. А если это новое связано с тем, что мы обращаем внимание на хорошее, вибрируем на более высоких частотах, чем обычно, то весьма логично предположить, что изменения должны быть, ведь я же начал делать. В чем ошибка глобальная на самом деле? Если вот вы что-то такое пробовали, а большинство людей, которые читают, или посмотрели какой-то фильм, или послушали мои видео, говорят, ага, значит, надо мыслить как-то позитивно, там, аффирмации, какие-то техники, хорошо, я попробую, я буду это проговаривать, я буду это делать. Так вот, если вы действительно начали что-то проговаривать, делать и программировать свое подсознание, вы должны знать об одном очень важном секрете. А именно, ну вот представьте себе, живу тут я такая, живу, езжу я на троллейбусе или на маршрутке, живу обычной жизнью, метро я посмотрела какой-то фильм и думаю, буду программировать себе автомобиль. И вот я целый месяц его программирую, целый месяц, прям так настроилась вообще по-боевому, автомобиля у меня нет. Я что говорю? Да фигня все это. То же самое, как я сейчас, например, думаю, ага, я все постигла, значит, через месяц у меня прибыль должна быть миллион долларов в месяц. Я уже все знаю, я все постигла, у меня вообще нормальная жизнь, я должна сделать миллион долларов в жизни. И это и является самой большой ошибкой. В том, что вы, вот знаете как, например, вы хотите научиться, ну, хорошо растянуться, например, но вы ставите себе цель через месяц, это, кстати, мой тренер по шпагатам так рассказывал о некоторых девушках, которые приходят на занятия и показывают какую-то фотографию гимнастки, которая всю жизнь там занималась гимнастикой, знаете, типа Алины Кабаевой, вот, и показывают фотографию и говорят, я хочу через месяц сидеть на таком шпагате, да, там, вывернуть куда-то ногу и сделать такую фоточку в Инстаграм. Так вот, вы должны понимать, что когда вы начинаете программировать большую цель, она не осуществится быстро. Почему? Потому что вы еще, ну, как бы любой большой результат, это много маленьких, и, пожалуй, вот это будет ключевым. И когда вы начинаете что-то делать, и вы не получаете результат, вы опускаете руки и говорите, что это все фигня. Но фишка в другом. Фишка в том, что вы должны начать внимательно смотреть и замечать, а какие маленькие чудеса у вас происходят. И самое главное, учиться на маленьких. Вы можете программировать большое, но при этом ежедневно творить чудеса. Как это происходит? Это когда вы начинаете работать действительно над техниками, в рерайт-режизни или самостоятельно как-нибудь, и вы начинаете понимать, что ваша вибрация меняется, потому что вы начинаете по-другому думать, программировать по-другому свой мозг. И вы практикуете каждый день на маленьких каких-то чудесах. Например, если у вас есть автомобиль, вы можете себе программировать место парковки, удобное, которое вам нужно в зависимости от того, когда вы куда-то подъезжаете. То есть вы программируете, что вас меня ожидает сейчас самое удобное для меня место. Это будет первый момент. Когда вы научитесь программировать это и увидеть, что действительно, к всякий раз, когда вы подъезжаете, а в городе это достаточно проблематично запарковаться, у вас есть свободное место, вы начнете вашу веру растить. Вы начнете видеть, что это работает. Вы можете программировать так абсолютно все, начиная от места в метро, а я еще хорошо помню, как ездить в метро, когда тебе нужно проехать много станций и простоять, например. И вы программируете, что у вас будет место в метро. Вы можете программировать, что позвонит нужный вам человек, или придет нужный к вам клиент, или что-то произойдет, то, что вам необходимо. Приучите себя, когда вы начинаете перенастраивать свой мозг и программировать что-то большое, приучите себя к маленьким чудесам. Станьте волшебником и каждый день, на каждый день, утром программируйте себе что-то, что вы бы хотели, чтобы сегодня происходило. И затем думайте об этом, затем это притягивайте. И вот когда вы начнете это делать, и когда вы научитесь по чуть-чуть творить чудеса, во-первых, ваша вера будет крепчать. Это очень важный момент, потому что, когда наша вера становится крепкой, нам ведь всегда не хватает крепкой веры, мы всегда говорим, ну я попробую, но я не особо в это верю. Это как газ и тормоз. Я говорю, я попробую поехать, но я не очень верю, что машина будет ехать. Я держу ноги одновременно на двух педалях. Попробуйте эту технику, потому что еще такой важный момент, я вам все-таки скажу, вы должны понимать, что, например, для того, чтобы вы похудели, вы можете самостоятельно это контролировать. Но для того, чтобы у вас было тело бодибилдера, человека или девушки, которые идут на конкурсы, простите, не помню, мисс бикини они называются, вы не в состоянии без тренера дойти до такого результата, потому что есть множество нюансов и моментов, которые необходимо соблюдать. И помните, что когда вы идете на мисс бикини, вам необходимо посвящать этому очень много времени, сосредоточиться на этом. То же самое происходит с нашим мышлением. Для того, чтобы мы могли научиться делать настоящие чудеса, нам необходимо кто-то, кто будет исправлять наши ошибки, кто будет указывать на недочеты, кто будет корректировать нашу программу, кто будет нас хвалить и мотивировать. Нам это очень необходимо. Конечно, я понимаю, что многие люди имеют работу и еще множество других задач. Но подумайте о том, что ведь управление разумом – это не программа для бодибилдера, это программа по управлению вашей собственной жизнью. И вы можете либо всю жизнь сражаться с работой, с деньгами, с выживанием, либо вы можете очень четко встроить это в свою голову, сделав это параллельной частью своей жизни, весомой частью своей жизни. И, собственно, для этого и есть рерайтер жизни, и наш клуб рерайтовцы, в который люди попадают после марафона и уже имеют возможность практиковать ежедневно, делать это в группах, делать это по определенной технологии, которую я сделала и создала для того, чтобы мы могли поддерживать друг другу. Потому что техники есть многие в книгах, техники есть многие в ютюбе, информации море, как и всего в принципе. Но ключевая ведь задача – даже не найти, прочитать и посмотреть, ключевая задача – сделать. А вот все мы с вами знаем, что с сделанием у нас как раз и есть самые большие проблемы. Поэтому, возвращаясь к началу этого видео, я хочу вас попросить и порекомендовать вам начинать с малого. Это не значит, что вы не можете программировать свою какую-то большую цель, но это означает, что каждый день вы должны научиться получать результаты с маленьких. И тогда вы поймете, что и большая цель непременно осуществится. Просто на это нужно больше времени, больше энергии и самое главное – больше веры. Вера – это колоссальная энергия, которой людям не хватает. Поэтому, если вы сомневаетесь, до тех пор, пока вы сомневаетесь, ваше желание не осуществится, просто недостаточно будет ваших вибраций. Но, когда вы будете над этим работать, сомневаться, а сомнения разбивать маленькими чудесами, вы увидите, что это прекрасно работает и вы получите тот результат, который вы себе программируете. Вот, собственно, и все. Я напоминаю, что у меня есть 5 уроков, бесплатных абсолютно, в которых я рассказываю о том, каким образом работает наш разум, каким образом работает наше мышление и что такое вообще рерайтер жизни, почему это срабатывает у всех, кто туда приходит и кто ставит перед собой задачу изменить свою жизнь. Ссылочку оставлю под видео, так что скачайте, посмотрите, и вы будете также знать, когда начинаются продажи, на какие потоки, самые низкие приятные цены и прочие вещи. Помните, что создавать свою жизнь крайне приятно и нет ничего полезнее, нежели чем это. Прекрасного вам настроения, поставьте мне лайк, пожалуйста, вам же не жалко, а мне будет приятно. Спасибо.